Это снова тайм-код. Грузия – государство, которое по праву считается лидером в неправстом Кавказском регионе. Но в последнее время в заголовках мировых СМИ оно упоминается все чаще, как страна, которая арестовала рекордное число бывших чиновников. В 2012-м к власти в Грузии пришла коалиция под названием «Грузинская мечта». Ее лидер-олигарх, сделавший состояние в России, обещал многое, в том числе восстановление справедливости. Читай – преследование оппонентов, от которых устали избиратели. Это обещание выполнено. А что с остальным? Сбылись ли грузинские мечты? Выясняла София Тетрадзе. Однозначный ответ на вопрос, каким был 2014-й для Грузии, смогли дать, пожалуй, только власти. Непростым, но продуктивным и несущим лишь положительные перемены, говорят чиновники. Но в Тбилиси с этим согласны далеко не все. О том, как обстоят дела в стране лучше всех знают, конечно же, таксисты. Пообещали, пообещали, ничего не сделали. Вот безработница, очень много безработных у нас в городе. Сказали, что из 2015 года хорошие времена настанут. Посмотрим, потому что им вот эти два года, пока они борются вот с бывшим правителем, они не могут поделить вот это свои делички. Посмотрим, что будет. По словам премьер-министра Грузии, 2014-й был лучше всех предыдущих десяти. В том числе и потому, что страна избавилась от Саакашвили и его команды. И хотя судьбоносные выборы состоялись чуть раньше, в 2012-м правящая коалиция под сказочным названием «Грузинская мечта» и в выходящем году не переставала напоминать общественности об этой заслуге. Автор самой успешной грузинской реформы, борец с коррупцией, полицейской, в одномире Бешвили получил срок. Причем не один. Сначала четыре с половиной года за присвоение чужого имущества, растрату средств МВД и подкуп избирателей, а затем еще три за превышение должностных поломочий по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргулиани. А на этих кадрах бывший мэр Тбилиси, ближайший соратник Саакашвили, Гиги Угулава, ныне ярый оппозиционер. В 2014-м он не жалел эмоций в политических спорах. Впрочем, Новый год он тоже встречает за решеткой. Угулава обвиняется в превышении должностных полномочий, а также захвате и присвоении телекомпании и меди. По тому же делу проходит экс-министр обороны Грузии Давид Кизарашвили. Правда, заочно. Франция, где живет бывший чиновник, отказалась экстрадировать подозреваемого на родину. Никто таки не выслал и бывшего президента, которого Грузия объявила сначала во внутрегосударственный, а затем и в международный розыск. Зато Саакашвили вернул Грузии пиджаки и пальто, за которое действующая власть выставила ему длинный счет. К сожалению, последние два года можно оценить как два года отступления от реформ, отступления от модернизации, отступления от либерализации экономики, отступления от демократии, фундаментальной либеральной демократии. У нас были первые случаи на протяжении многих лет, когда кандидаты на выборах в местное самоуправление были вынуждены проводить кампанию из тюрьмы в предварительном заключении. Так что это целый букет отступления от того, что нужно нашей стране, к сожалению. А грузинское вино тем временем продолжало течь в Россию непрерывной рекой. В 2014 году экспорт грузинских вин достиг самого высокого показателя за последние 10 лет. 59 миллионов бутылок. Крестьяне и виноделы вспомнили былые лучшие времена. Но вино так и не стало напитком примирения. На других фронтах российско-грузинских взаимоотношений все по-прежнему непросто. Пока в Россию отгружали очередную партию алкоголя и минералки, Россия отрезала от Грузии гектар за гектаром. Передвигала колючую проволоку вглубь страны на административных границах с Абхазией и Южной Осетией. А в довершение Москва оформила договор с Ухуми о стратегическом партнерстве. Могло быть хуже, успокаивают власти. Оппоненты правительства негодовали. Впервые за последние три года в центре Тбилиси собрался многотысячный митинг. Лозунг «Стоп Россия» за шесть лет не утратил своей актуальности. А с экономикой было неоднозначно. На фоне 5-процентного роста из страны стали уходить иностранные инвестиции и туристы. Новые визовые регуляции отпугнули иностранцев. Убежал и Казантип. В консервативном регионе Самигрелло не оценили мероприятия, где можно разгуливать ню, танцевать без тормозов и употреблять что попало. Казантип, переехавший в Грузию из Крыма, не собрал и половины заявленной аудитории. Продвинутая молодежь пожимает плечами. Бизнесмены до сих пор подсчитывают убытки. Но как показали социологические опросы, грузины в 2014-м стали чувствовать себя более защищенными с точки зрения соблюдения прав человека, но менее защищенными с точки зрения безопасности. Криминогенная ситуация стала на порядок хуже. Цены растут, рабочих мест нет, пенсии обещали, но так и не повысили. Проблемы все те же для родовых жителей Грузии. За год мало что изменилось. Прежней остается и новогодняя иллюминация. Ее закупили еще во времена президентства Саакашвили. С каждым годом люстров все меньше. Но нынешние власти отказываются тратить деньги на декорации. Посадная политика – это то, за что критикуют прежнее руководство. Впрочем, тоска по празднику здесь уже ощущается. Софета транса Александр Габели от Милиси специально для программы «Тайм-код» РТВА.